Новые должности Римма Галушина и Ольга Старостина приступили к работе в Совете Федерации. Детский правозащитник имя нового уполномоченного по правам ребенка в Ниньвском округе назовут уже в ближайшее время выбор за губернатором. Вновь сели за парты в Наринмаре, сегодня написали первый в истории всероссийский экономический диктант, какие вопросы подготовили организаторы и как участники справились с заданием. Взялись за старое, а жители Республики Коми снова попали в поле зрения ниньвских природозащитников. Нарушители обнаружили на Башуткинских озерах. И Арктический мир сотрудники заповедника Ниньвский подвели итоги полевого сезона на самом отдаленном участке острове Матвеев. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга в студии. Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Пол предпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов указом президента назначен в Рио губернатора Санкт-Петербурга. В свою очередь Георгий Полтавченко, который занимал этот пост, стал председателем Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Жизнь Александра Беглова неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Свою трудовую деятельность в городе Ниньве он начал как строитель, работал монтажником-высотником. В 2003 году исполнял обязанности губернатора Петербурга, а потом переехал в Москву, работал на различных должностях в администрации президента. Был руководителем контрольного управления и помощником президента. Затем руководил полпредством в Центральном федеральном округе, после чего сглавил полпредство на Северо-Западе. В соответствии с указом президента, до сентября следующего года Беглов будет работать в должности в Рио-губернатора Санкт-Петербурга. Члены Совета Федерации от Ниньского округа приступили к работе. Новых сенаторов на заседании Верхней Палаты Российского парламента представила председатель Софеда Валентина Матвиенко. Так, на срок полномочий собрания депутатов Ниньского округа его будет представлять Римма Галушина от исполнительного органа госвласти. В Совете Федерации будет работать Ольга Старостина в связи с недалением полномочиями новых представителей региона от законодательного и исполнительного органов госвласти Ниньского округа. Прекращены полномочия сенаторов Евгения Алексеева и Валентины Сганич. Матвиенко поблагодарила сенаторов, завершивших работу в Совете Федерации и пожелала им дальнейших успехов. Кандидатуру детского омбудсмена в Ниньском округе должны определить не позднее 13 ноября. Такие сроки предусмотрены окружным законом. Напомню, 14 сентября Римма Галушина сложила полномочия детского омбудсмена в связи с избранием ее депутатом окружного собрания. Правом определить кандидата на вакантную государственную должность обладает губернатор. При выборе кандидатуры Александру Цибульскому предстоит опираться на основные положения окружного закона об уполномоченном по правам ребенка в Ниньском округе. Документом определено, что на должность детского правозащитника назначается гражданин Российской Федерации, достигший 35-летнего возраста, имеющий высшее образование, обладающий опытом защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, общественным авторитетом и знанием проблем детства. По окружным законам предусмотрено также прав депутатов окружного собрания внести свою кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка. Правда, воспользоваться им народные избранники смогут только в случае, если предложение о кандидатуре не будет внесено губернатором в установленные законом сроки. Уполномоченный назначается на должность собрания депутатов сроком на 5 лет, считая со дня принесения присяги. Сразу три депутата Совета Заполярного района на прошедшей накануне сессии должны были сложить полномочия, однако добровольно это сделали двое, тогда как по нарушившему антикоррупционное законодательство представителю КПРФ решения принято не было. Досрочно сложили себя полномочия депутаты Совета Заполярного района Анатолий Курленко и Юрий Жданов. Причиной для отказа от депутатских мандатов послужило их избрание депутатами собрания Ненинского округа и Искательского поселкового сельсовета. Не удалось прийти к единому мнению депутатам по вопросу, касавшемуся лишению одного из народных избранников депутатских полномочий. Речь идет о представителе КПРФ Николай Колесникове. Депутат в соответствии с действующим законодательством обязан был в установленные сроки предоставить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Однако Николай Колесников необходимые сведения не представил, в отличие от своих остальных коллег по депутатскому корпусу. Для принятия решения о сложении депутатских полномочий Николая Колесникова необходимо было согласие на это большинство депутатов Совета Заполярного района, то есть как минимум девяти депутатов. Однако в ходе голосования четыре народных избранника проголосовали за отставку коллеги. Столько же народных избранников проголосовали против такого решения и еще четверо воздержались. Теперь вопрос о сложении полномочий депутата Колесникова будет решаться в судебном порядке. В отделении социальной защиты населения продолжается прием документов на единовременную выплату ко дню пожилого человека. В этом году заявление можно подать до 29 декабря. Сотрудники отделения социальной защиты населения еще раз напоминают пожилым жителям региона, что всем, независимо от возраста, для получения данной выплаты необходимо подавать заявление ежегодно. Документы, кроме отделения социальной защиты, также можно подать в многофункциональный центр или получить услугу в электронном виде, направив соответствующее заявление и необходимые документы через региональный портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого округа. Данная выплата предоставляется женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, проживающим в Ненецком автономном округе и имеющим трудовой стаж не менее 15 лет. При подаче заявления впервые необходимо предоставить копию паспорта, копию документов, подтверждающих наличие трудового стажа на территории Ненецкого округа не менее 15 лет, а также копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина на территории региона. При повторном обращении предоставляется только заявление и копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина в округе. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отделение социальной защиты населения по адресу Сопрыгина, 9Б, или позвонить по телефону 484-97. Является ли криптовалюта законным платежным средством на территории нашей страны? И с какого момента гражданин считается налогоплательщиком? На эти и другие вопросы сегодня отвечали участники первого всероссийского экономического диктанта. Проверить свои знания в области финансов могли все желающие. Организаторы сформировали задания под разные возрастные группы. Только в Ненецком округе за партой сели порядка 500 человек. Это школьники, студенты, сотрудники различных организаций и предприятий. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. И хотя в программе сегодня нет спектакля или концерта, актовый зал огранно-экономического техникума забит до отказа. Вместо зрителей участники первого в истории России экономического диктанта. Студенты СУЗа готовятся проверить свои знания в области финансов. Для многих это сложная тема. Несмотря на то, что оценка за работу выставляться не будет, учащиеся все равно переживают. Впрочем, успокаиваются, когда узнают, что задание в виде теста на 20 вопросов необходимо ответить примерно за час. После того, как Скива-Аглонский, герой романа Глоковского, Анна Каренина, продал лес, он предстает перед читателями с оттопыренным карманом серии. А это уже соседняя аудитория. Здесь задания решают взрослые. Вопросы гораздо сложнее. Один из них является ли криптовалюта законным платежным средством в Российской Федерации. На выбор четыре варианта ответа. Для студентов упрощенные вопросы, потому что он нацелен не на экономические специальности, а для всех студентов в целом. А для взрослых, соответственно, вопросы уже посложнее. Очень интересно посмотреть, какие результаты покажут наши ребята. Сами же студенты, участники первого всероссийского экономического диктанта, признаются. Некоторые вопросы оказались настолько сложными, что без интернета просто не обойтись. Однако пользоваться всемирной паутиной во время теста было запрещено. Поэтому многие отвечали наугад. Первые десять вопросов мне показались более простыми. Остальная часть вопросов были сложные. Потому что там были вопросы по фильмам, которых я даже не смотрела и не читала книг. Были и вопросы те, которые мы изучали на экономике, в техникуме. Отнюдь нелегкими показались задания и взрослым. Педагоги техникума говорят, экономический диктант – хорошая возможность проверить свои знания. Причем не только в области финансов. Часть вопросов касалась истории и даже литературы. Я думаю, что это вопросы базового уровня были заданы, на которые хорошо бы знать ответ всем. Но тем не менее тест был очень интересный, своеобразный. Даже включены были вопросы из литературы и на примере художественной литературы были заданы. То есть из реальной жизни, так сказать, разных времен, но актуальны для нас. Что касается результатов, то они станут известны уже на следующей неделе, 14 октября. Увидеть их можно будет на официальном сайте организатора Всероссийского экономического диктанта. Олег Атанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. В Ненецком округе распределены 9 озерных рыбопромысловых участков из 17 выставленных на конкурс. Всего поступило 26 заявок от 13 индивидуальных предпринимателей, организаций и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Максимальная предложенная сумма по одному из них составила 210 тысяч рублей. На 9 лотов рыбаки подали по одной заявке, с ними будут заключены договоры. На 7 лотов было подано по 2 или 3 заявки. Их пользователи будут определены по ряду критериев, среди которых показатели вылова водных биоресурсов, средняя численность работников, предложенная сумма за участок. По одному лоту на рыбопромысловый участок в Атьярты не поступило ни одной заявки. Жители республики Коми вновь попали в поле зрения ненецких природозащитников. Причем нарушители даже не меняют место дислокации с года в год на Вашуткинских озерах. Впрочем, не меняется и история их появления на особо охраняемой природной территории. Винтокрылая машина приземляется в местечке под названием Сирейто. Этот район инспекторы Центра природопользования держат на контроле уже несколько лет. Здесь оборудована база. Тундра в окрестностях Вашуткиных озер буквально изрезана следами от гусеничной техники. Например, вот этот вездеход прибыл сюда буквально накануне. Именно на этом транспорте уже не первый год сюда приезжают нарушители из Воркуты. Почему нарушители? Разрешения на посещение особо охраняемой природной территории у этих мужчин нет. Причем мужчины уже попадали в поле зрения оперативной группы. Здесь же. Эти кадры были сняты год назад. Те же герои, та же история. Приехали обменять продукты и бензин на мясо оленя и отдохнуть. В отличие от первого товарища, водитель вездехода оказался более разговорчивым. Вы в курсе, что сейчас вы находите особо охраняемую природную территорию? Ну вот, с меня объяснение берут уже. Восемь, что это особо охраняемая природная территория Вашуткинские озера? Ну, я слышал, да. То есть, вездеход этот товарищ Бельман? Ну, скорее всего, его очей же. Нет. Откуда я знаю? Зачем приехали сюда? Мы приехали для того, чтобы обменять продукты питания на мясо, как в прошлом году. У кого? Ну, мы не будем залезать. Вот я просто осмотрел, здесь вот тара находится. Вот. Поэтому, естественно, они приехали за рыбой. А зачем еще здесь? А в этом году они уже не знают, который раз. Вот свежие следы. Свежие следы здесь. Вот пока здесь не будет поста. Вот. Здесь вот такая вот и будет история продолжаться постоянно. Приезжают в Коми-Республику, вылавливают все. Места здесь рыбные в прямом смысле этого слова. Общая площадь Вашуткинского заказника – более 300 тысяч гектаров. Особо охраняемая природная территория была создана здесь весной 2018 года. Состав заказника вошли одна из крупнейших озерных систем Нейско-Автоного округа. Это Вашуткинские озера, в которых обитает большое количество водно-биологических ресурсов. То есть белая рыба, сик, породы чир, ну и остальные все. Целью охраны данных водно-биологических ресурсов. Причем на территории заказника разрешена традиционная деятельность представителям КМНС. То есть коренное население может спокойно заниматься выпасом северного оленя, сбором птичьих яиц, грибов и ягод. Самое интересное, что и вылов рыбы здесь разрешен. И не только любителям. Местное население может добывать водные биоресурсы даже в промышленных объемах. Спокойно можно приехать, получить квоту, написать заявление, получить квоту. Спокойно здесь ехать, ловить рыбу. Не коми республика, наши пусть ловят. Спокойно торгуют. То есть главам пошевелиться надо. Нет, с того года никаких ответов не пришло. Ни от глав, ни от кого. Всего же в Ненецком округе создано 11 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В этом списке Вайгач, каньон Большие Ворота и природный парк Северный Тиман, заказники Морию, Нижнепечорский, Паханческий, Хайпудырский, Шоинский и Вашуткинский. А также памятник природы Пымвашор. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на этих территориях предусмотрена административная ответственность. Алина Волучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север, заказник Вашуткинский, Ненецкий автономный округ. В заповеднике Ненецкий подвели итоги очередного полевого сезона на самом отдаленном участке острове Матвеев. Здесь, в Баренцевом море, располагается одно из крупнейших и, вероятно, ключевых лежбищ Атлантического моржа. По подсчетам, максимальное количество животных, зарегистрированных в этих местах, 2050 особей в октябре 2016 года. В этом году специалисты насчитали порядка 1700 моржей. Тем продолжит Ольга Руссул. Наблюдения за моржами на острове Матвеев специалистами заповедника ведутся уже на протяжении трех лет. Сезон 2018 по сравнению с прошлым годом был менее удачным. Долго держался лед и начать мониторинг удалось только в сентябре. Очень долго стоял возле Матвеева лед. Так как моржи – это погофильный вид животных, то есть это животные, жизнь которых очень тесно связана со льдом. И при любых обстоятельствах они предпочитают все-таки проводить свое время свободное, отдыхать на льду. На сушу они выходят исключительно только когда уже льда вообще не остается вокруг их кормовой базы. В этот полевой сезон подтвердилась информация, что к осени самцовое лежбище становится разнополым. С севера приходят самки с детенышами разных возрастов. Моржи выбирают Матвеев, потому что здесь меньше присутствия людей. Специалисты отмечают случай нарушения природоохранного режима заповедника со стороны морских судов. Они слишком близко подходят к берегу, вызывая беспокойство животных. Знаем о том, что, например, на Вайгаче происходят такие ситуации, когда животные сейчас все реже выходят, например, на известную косу Лянчину, где одно из крупнейших лежбищ тоже наравне с нашим, и уходят на другие острова рядом. Карповые острова, например, туда, куда туристы особо не приходят. Атлантические моржи – своего рода индикатор состояния Арктики. Поэтому информация о них тщательно собирается исследователями со всех мест их дислокации. Информации у нас еще очень мало, и мы только накапливаем базу, мы пока не можем сказать, насколько у нас благополучно обстоят дела. Есть много разных разрозненных данных, которые надо сначала все вместе связать и проанализировать. Все исследования специалистов заповедника Ненецкий будут предоставлены на международной конференции морских животных Арктики, которая состоится в Архангельске в начале ноября. Одно из предложений, которое планируется озвучить на конференции, касается необходимости расширения охранной зоны возле арктических островов заповедника Ненецкий для сохранения этого значимого лежбища моржей. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. И до встречи в эфире.